Всем привет, продолжаю за Ассирию играть сетевую партию в Old World. Разбираемся, как тут вообще мультиплеер работает, но если вы случайно наткнулись на это видео, то лучше перейти к первой серии, ссылка есть в описании к этому ролику. Всегда лучше смотреть с самого начала, а спонсоры канала все серии видят сразу во вкладке сообщества, спасибо им за поддержку. И пожалуйста, напоминаю, не забывайте делать клипы к серии и кидать ссылки в комментарии. Приятного продолжения просмотра. Я бы вообще в начале, честно говоря, на чудеса не брал амбицию. Не, ну я как раз планировал у меня под цивиком все было. А на бегах? О! Аккуратно цивики. Ну, как бы, вот они. Ну, покачаем немножко юнитов, получается, на них. Так. Так. Посел. Ну, сюда, наверное, или... А, нет, сюда я хотел, сюда. Спащение ребенка из племени прошло очень удачно. Из-за того, что... Лидер харизматичный. Наверное, вот так я хочу поставить. Так, увижу ли я Лешу? Нет. Странно. Я уже ближе к Леше, чем к себе. Так, плюс 100 военных очков давайте. О, видите, тут тоже появляются. Ну, нормально, у меня тут юниты стоят. Я думаю... Тут мы как-нибудь... А, прикол у меня... У меня, кстати, события на Персию. Мне сообщили, что в Персии новый наследник появился. И вассальные мои семьи хотят посетить ребенка, чтобы положить перед ним дары почему-то. Ну, то есть, я тут выбираю... Подожди. По-моему, это какой-то... Какой-то глюк. Какой-то глюк, ребята, произошел. Потому что у меня даже показывает, как будто я за Персию играю. Подожди. Может, это какое-то реально событие... Нет, у меня реально... Принять все дары... Царица... Может быть, это Персия тебя увидела. Нет, у меня тут просто на английском событие происходит. Я не могу разобраться. Все ассирийцы радуются новости новому наследнику. Ну, блин, так у меня нету наследника. А, это у меня. Слушай, блин, короче, я тут перепутал. Это иконка? Иконка... Моей семьи красного цвета я перепутал с Персией. Все, нормально все. Ну да. Культуру, камень... Давайте культуру. Новая. Я просто не понял, почему у меня другой наследник стал. Кстати, а я не понял, почему у меня наследник реально другой стал. У меня был наследник сын, у сына родился... У сына родился сын, и теперь он стал наследником. А, что у тебя по... Первородство. Первородство стоит, все правильно. Прикол. Может быть, такой-нибудь легимитизировал. Какой-нибудь как-то бастарда. Не, это реальный сын наследника. Ну, то есть, у меня был сын у моей королевы, и у него он нормально вышел замуж и сделал наследника. И теперь он почему-то автоматом... Так, пришел по техам. Наверное, давайте... Хотя тут аристократия уже открыта. Смысл мне в прорицании, честно говоря. В общем, прорицание, драма, верховная власть. Верховная власть гарнизон открывает. Драма. Мне, в принципе, и драма не особо нужна. И там еще карточка на... Ну, на еды у меня и так. Вот как раз еды... Давайте, наверное, драму тогда. Или верховную власть. А у меня еще где-то рабство надо принять, между прочим. Где у меня рабство? Чудительный закон. Тирания. А, в рабочей силе. Не, ладно, давайте драму, просто чтобы быстрее открылось. Еще сети строим. Так, что у нас тут с набегом баров? Пока стоим, ждем их. Ладно, пошел к столице Лешиной. Я сейчас тебе войну объявлю. Я вижу твоего скаута. Серьезно? Да. Неплохо, неплохо. А, все, наконец-то встретились. Ой. Отсюда, пожалуй, надо свалить. Да, тут, конечно, места очень много для одной нации. На своем. Я не знаю, как назвать. Ну, видимо, чтобы не было терок, то есть, это все правильно. Ты вначале развиваешься, потом уже у тебя... Во, в Персии зарождается христианство. Так, ну, у нас только манихейство осталось. Ну, там до него долго. Карфаген и Грек, если только захотят. А что там требуется? Два города Зороастризма и два города христианства. Ну, вообще-то, Зороастризма уже три из двух, а христианство один из двух. Хотя монашество недалеко. И еще все. Да. Еще одна семья приняла иудаизм. Отлично. Только вот эти остались без иудаизма. Полечусь. Пока. Да, воители, наверное, буду основывать. К обороне города. Ну, тут нет ни лагерей, ни сетей. Пустыни тут тоже не... Давайте, да, воители. Так, здесь пастбище надо обязательно, потому что... Приказы. Приказы, приказы, приказы. Еще одного рабочего сделал, но негде мне его использовать пока. Персия принимает. Давайте на городской совет один ход в этом городе сделаем. Тут рабочего в любом случае. У нас один приказ еще есть. Наверное, прачника подведу. Да, где ж мне лагерь варваров найти? А могут варвары снова появиться в месте основания города? По идее, такая возможность должна быть. Но... Помню, раньше, вот в раннем доступе, они реально появлялись там через сколько-то ходов. Ну, там было написано даже конкретно, сколько ходов до их появления. Как я понял, это только поселение вот племен, а не варваров. А-а-а... Да, возможно. Так, ну ладно, завершаем ход. Дострою так зекурат уже. Кстати, может, еще какое чудо тогда угнать? Какое тут чудо первого уровня у нас еще есть? Пирамиды. Ну, те, которые 100 цивиков стоят, я имею в виду. Пирамиды. Как-то лидер охотников скончался. Так, вот так я, наверное, отсюда поатакую. Так, а тут уровень возьмем. Через реку, из леса... Нет, давайте точность. Ваш дипломат. Харизма, храбрость, дисциплина. Наверное, храбрость. Давайте мнение... Или дис... Нет, давайте... Нет, храбрость, храбрость. Городскую. Я просто ждал, чтобы житель один появился, и можно было бы их использовать. Ну, наверное, в каменоломню. Причем вот в эту. Дальше. Пирамиды что дают? Стоимость принятия законов дешевле. Я бы реально... Ну, смотрите, во-первых, за счет строительства я могу вот так встать, и зекурат быстрее построиться. Ну, наверное, подводим прачника. Крит прошел, зашибись. А здесь повышение дадим кровожадной. Так, еще пять приказов, кстати. Не хочу пока использовать иудея. Тут будем исследовать территории. Так, и тут у меня был скаут. Не скажу пока, что центр как-то типа с каким-то огромным количеством ресурсов, но я не знаю, как мне, блин, амбицию на три лагеря скаутов... Три лагеря варваров Сделать вообще в упор, не понимаю. Если их нету. Просто нету третьего лагеря скаутов. Египет, Персия... Короче, вы все уже... Нет, Египет, Карфаген и Греция выполнили по амбиции, а мы с Персом сидим такие... Ну, догоняйте. Ладно. Ауч. На бегах и закреплении около Тарса. То есть еще тут появились набегающие Надо подходить. Сейчас вообще надо подумать. Есть пастбище. Вот это, да? Сделал вот этим я тоже на пастбище отправлю. Блин. Потому что это все плюс пол приказа. Я этим пока не буду ходить. Давайте этого подводим. А, нету генералов. Окей. Вау, крит. Это, конечно, криты я обожаю. Просто и добиваем. Кайф. Два приказа. Ну, скаутами надо действовать, я думаю. Так. И так. Значит, тут проход в центр вот здесь. Стратегически важное место вот это. Ну, надо... Надо бы галов, конечно, сносить. Все-таки... И... О! Грек ворота Иштар начал возводить. Красопед. Состоятельный молодой человек может себе позволить. Да, не вижу. Почему бы... Не молодой, 58 лет. У вас, кстати, еще не сменялись лидеры? У меня нет. Ну, я хочу, чтобы у меня наследник пришел. Да, еще не сменялись. Нет, я не понял, почему у меня вот наследник другой стал. Уже 50 лет на год. Не, по идее, конечно, могу вернуть, назначить. Но это же трата цивиков, судя по всему. Реально, кстати, у вас есть какие-нибудь мысли, почему у меня... О, искусная. Почему я не этот... Становится наследником. Первородство. Очень странно. Может, он путешествовал, этот наследник, и только сейчас, типа, вот возвращается? Так, рабство надо. Это один из... Одна из моих... Так, я бы тут отошел. Так, встанем и так встанем. Даже повышение возьму. Так, следующим ходом зекурат. Давайте сюда пастбища. Эти двое у меня начнут пирамиды строить сразу же. Где-нибудь вот здесь. Так, форум. Сделал. Воины, прачники. Но вообще можно за счет того, что у меня бараки сделаны. Почему нет? Но сначала, может, спеца, пастуха. Шесть лет. Шесть лет. Ладно, давайте воинов. Потому что я хочу захватывать города. Воинов, потом поселенца. Кстати, вот сюда надо дорогу еще провести в Халеб. То есть я вот сюда хочу с галами объявить войну. И вот эту территорию захватить. Шесть. Камнерез. А, давайте праздничество проведем. Стен у меня нет. Пошла атака. Так, мы зекурат закончили. Ну, как я и сказал, хочу пирамиды. А, они, наверное, тоже только с центром города, да? А, засушливая либо пустыня. Черт, у меня этого вообще нету. Эх, значит, некрополь надо. Требуется холм. Ну, и развитая культура. Это у меня есть в Ашуре. Холм. Ну, вот холм, например. Так, тогда давайте этими пастбище пока построим. Покупаем дерево. Травник, охотник, храбрость. Храбрость, давайте. Опять крит прошел, между прочим. Тут добьем этого парня. И так. Мне бы, конечно... Паузу на 7-10 минут. Ну, давай следующим ходом вначале. Хорошо. Так, что у нас тут за событие? Так, зекурат, да. Это мы сделали. Но уже старенькая. Вообще, мне надо... Эх... Вести вот... Из центра города. Вот, наверное, отсюда я бы стал дорогу вести. А, у нас не открыты еще дороги. Черт. Так, наверное, пока тут постою. Ну, там пастбище. Давайте просто туда подойду. Следующим ходом будем что-нибудь делать. Убрал таймер. Давайте. 7-10 минут. Убиваем. Атакуем. Атакуем. Лечимся. Скаут пока стоит. Так, дороги мы тут не можем делать. Супруга. А, ну, видите, вернулся у меня. Теперь опять стал. Он куда-то там... Видимо, мы пропустили какое-то событие, где он уезжал куда-то. Ну, там беспокойный лидер станет исследователем. Нет, давайте мы оставим ее дома. Тем более, скорее всего, скоро умрет. Кстати, у Карфагена новый царь, судя по всему. 27 лет. Там Карфагена по статам. Ну, сумма шесть. О, вот тут могу делать. Пирамиды. Слушайте, ну я хочу все равно пирамиды. Не знаю, потому что это на 50% снижает принятие законов. Я думаю, стоит. О, еще и пирамиды. Ну, а что, на 50% снижает принятие законов. Звучит вкусно. Это правда. Так, давайте, наверное, в Халеб распространим. Я купил 900 камешков. Там 600 в воде пирамиды ставится. 900, по-моему, я смотрю. У меня как раз они были доступны, потому что дорожечки не были. Так. Или есть некрупы? Ну, я тебе, наверное, начну пастбище. По идее, они должны его атаковать. А что там некрупы дают? Он на следующем уровне. Ну, это не важно. А он... Минус один... Недовольство от храмов. А... Тут же там храмы планируешь строить? Нет, просто он почему-то показывает. Тут очень странно... А, нет, сейчас украину. Так, продолжаем сети. Строить не планируем. Не до них. До луны пешком. Кстати, где они? Кстати, тут поселенец. Может, подождите, может, сначала поселенца сделать... Сделается? Здесь, ну, 5 ходов всего лишь. Поставлю город здесь, как раз. Смотрите, соль. Как понял, ты просто третий соль и постоянно собираешься. Из форума. Ну, я видел их две. Припертуда сейчас. В Тарсе. Собирался, да. В Тарсе жителей. Это я празднество провел, да? До свидания. Участливых много. Участливых показывает силу и развитие, хоть как-то. Участливых у меня чуть дальше. Мне просто... Персия такой же в Пасилии, Крафаген такой же, Египет такой же, Грех такой же. У меня данные. У меня вандалы и галы. Галы, я ведь что-то... Это городской совет проведем. Между нами, а все расположение по всему берегу галы. Между нами. Да, они причем... Сначала там баканули войну, объявили. Требовали дань. Потом я с ними вообще никак не говорил, ничего делал. Они такие, а давайте мы вам будем дань 58 золота в ход давать. Я такой, ну ладно. Плохо, неплохо. Пойдем, пойдем. Да. Сейчас. Я тогда тоже отойду. Да, да. Ну давайте здесь посмотрим. Ух ты. Ух ты. Ну вот это вот реально дофига ресурсов. Поэтому я говорю, что надо вот тут будет воевать с галами, очевидно. Да. Опять еды. Вот соль можно, кстати, насобирать, чтобы культуру повысить. Вот просто хотели эти три соли собирать. Не знаю, пока что этими рабочими делать. Можно, конечно, к пирамидам пойти. У меня тут оказалась засушливая территория, видите. Поэтому можно пирамиды поставить. Я вообще не думаю. Ну вообще тут еще можно было ставить. С другой стороны. Конечно, стоило бы рабочих сюда побыстрее пирамиды, чтобы построить. Так. Не, ну я приказы покупать не буду. Не буду пока. Запустил таймер. Ух ты, пять минут. Нифига себе. Так, раздача зерна в Тарсе. Это что? Минус два несчастья вход, но содержание выше. Ну я бы взял. Деньги есть, а вот минус два несчастья вход. По-моему, неплохо. Царевич готовит коварный сместить вас с трона. Ну а почему нет? Собственно, 62 года. Уже и можно. Так, пора нужное чудо строить. Так, городской совет закончили. Четыре года рост. Давайте форум. Ападана. Долго я этого ждал. Так, тут пастбище сделано, да? Ну, наверное, можно еще каменоломить действительно вот здесь. Так. Получается, перцы и кровь герн не встретил. Пойду вниз. Блин, все-таки я этого ранил. Я думал, что он не будет на него нападать. Ну, то есть, это минус ход к созданию всяких улучшений, получается. Кровожадный, храбрый. Давайте кровожадный. Я кровожадный? Я беспощадный? Я злой разбойник, Бармалей. А, давайте, знаете, полководца назначу лучше сюда. Так, у нас есть царевич. Как раз 25 против юнитов без нации. И мечника на улучшение. Ну, в бараке ставим, он просто будет прокачиваться там. Пять приказов. Хочу соль собрать. Так, у нас тут в городах, по несчастью, третий уровень в Ашуре. Да. Чем здесь только что у меня не было слышно? Да. Отлично. Надо бы побыстрее, конечно. Я хочу уже с пирамидами принять рабство. Тем более, тут у нас царевич задумывает всякое против... Ну, тут есть у нас наследница, слава богу. Искусная. Ну, 38 ходов проправил. Это нормально будет, мне кажется. Невестка становится последователем иудаизма. Ну, у вас вообще все должны уже быть последователями иудаизма. Вот не знаю, что охотники там думают. Меньше урона, вообще, потому что они в лесу. Надо мечником атаковать. Плюс два приказа за убийство юнита, видите. Кстати, мне, может быть, реально надо войны всем пообъявлять. То есть, это одномоментно два приказа плюс, а не постоянно. Смысл мне с вандалами в мире жить. У меня ивент на три мятежника в столице. Вообще, отличный ивент. На три кого? Мятежника. Давайте полисы, чтобы деревни можно... Ну, это вообще жесть какая-то. Грек, поселиться непонятно куда ведет. Так, рабство надо будет принять. Но это, опять же, как построим пирамиды. Знаете, вот этого в помощь строительству пирамид. Грек, давай тебе поселенец идет. Собирай креса, да. Так, вот этого мечника... Там как раз меня достает. Сюда. Вкусные гемы. А, все, могу я принять. Ну, правда, сразу плюс сто два. Давайте. Вообще, бесплатно могу. И выполнили амбицию. Кайф. Это не твоя часть. Покажи плюс сто двадцать. Несчастье ваша Шуре, но... Просто не твой полуостров. Ладно, надо этого рабочего как-то здесь делать. Не понятия. Может, еще ферму здесь. Давайте ферму. И два приказа. Ну, этим скорее соберем соль. Да, надо бы, наверное, галам все-таки войну объявлять. То есть, вот тут поблизости все находится. То есть, сюда привезти июнь. То есть, ну, опять же, когда, наверное, поселенец будет вот этот подвезти, объявлять войну. В первую очередь вот тут город ставить. Потом, наверное, вот этих сносить сюда, город ставить, потому что тут куча ресов. И потом уже идти по побережью. С вандалами, надеюсь, как-то... Правда, дипломаты требуются, видите? Давайте, чтобы в союз вступить. Ну, все, город атакует. Так, пройти обучение у придворного. Давайте посмотрим, что тут возможно. С помощью полководца. Но он, опять же... Он, опять же, задействован у меня генералом. Поэтому не могу его использовать. Так, давайте ускорим пирамиды. Четыре хода. Здесь лечим рабочего. Рабочего. Не хочу ранеными что-либо строить. Один из недоброжелателей царевича. Желаю очернить его имя. Предлагаю открыть нам некие сведения. Нет, давайте мы ему доверяем. Фиг с ним. Даже если убьет маман. Хоть он останется известным. Там вот это вот все. В сложных ситуациях Эль Нацир показал сильные черты своего характера. А теперь он впал в уныние. Какие проекты мы ему можем предложить? Желает контролировать двух старших командиров. Желает произвести 800 железа. Ну, в принципе, это тоже выполню. Давайте, наверное, двух старших командиров. Когда он станет царем, у него будет эта амбиция. Ну, не знаю. Походу, очистить два лагеря я просто не могу выполнить. Из-за отсутствия, собственно, этих самых лагерей. Очень странно. Ну, и тут мы, наверное, хотели, смотря что-то, принять почитание. Контролировать пять отрядов дальнего боя. Ну, вообще-то это реально. И уничтожить пять военных отрядов тоже реально. Я, наверное, вот это возьму для охотников, потому что у нас с ними похуже отношения. Пять отрядов дальнего боя вполне. Начну в этом городе строить прачников. Потому что тут дальнего боя в городах охотников больше дают. Там прокачка у них появляется определенная. Так, наверное, этим скаутом пока постоим. Этим скаутом пока постоим. Три юнита. Давайте подходить этим прачником сюда. Этим прачником сюда. И мечником, да? Ну, то есть я уже подхожу, чтобы с вандалами что-то делать. Этим, наверное, мечником тут постою пока что. Ну, еще тут юниты есть. Точнее, походил, походил. Воин стоит. Ну, тогда разведчиками давайте вот этим. Откроем тут богатые территории. О, вот варвары, слушайте. Вот куда нам надо. Давайте так гляну и спрячусь в лес. Еще культурку немножко пофармили. Ну, нормально. Царица больна. Уязвленным все равно стал этот наш наследник. Полководец у прачников скончался. Ну, бывает. У нас есть какая-то полководец назначить. Встану сюда и назначу полководца. Так, идем к варвару. Блин, они так далеко, конечно. Еще он и умирает. Пророк из-за моря. Плюс один уровень недовольства. А тут минус семь. Ну, придется. Зато пророк появляется. Придворный. Так, обучить пророкам. Что он умеет? У него минус модуль. Зато харизма, храбрость. Храбрость есть. Ну, давайте. 30-ти процентный шанс, что храбрость будет. Давайте, пускай обучает пророкам. Ну, нету у нас еще... А, есть полководцы. Давайте вот этого... А, он уже атаковал. Нельзя выбрать, потому что атаковал. В городе форум завершен. Блин, а что я хотел строить? А, прачников. Да, восемь лет, но зато мы быстрее выполним амбицию. Тут прачники у нас три года. А здесь шесть лет. Ладно. Так, каменоломня. Еще каменоломня, пожалуй. Или бараки здесь сделать. Не, каменоломня. Лечимся. А так я уже могу дороги проводить. Когда-то пошли дорогу увезти. как я и хотел. Пока Ctrl-R. Пока вот так. Потому что это тоже будет соединено с дорогой. Как бы этот район будет считаться дорогой. И подводим юниты. Нам все-таки с лагерем варваров надо что-то делать будет. Чтобы амбицию выполнить. Все. Что-то я дольше всех хожу из всех походу. Ну, у меня 23 приказа. Нормально. Когда у меня охотники станут последователем иудаизма. Мне вот интересно. Эти тоже прачников. То есть это у нас раз, два, это четыре будет. И пять. В общем-то вот пять прачников. Так. этого парня сюда ведем. Тут каменоломня. Централизация или служение. Вообще я бы эпос взял за убийство юнита 10 культуры. А, ну да. Сейчас пирамида начала построить. Подождите. И в тактику. потому что там пророк его тактики обучает получается. Так что и сам пускай тактики обучается контролировать храм Соломона. А это кстати нормальная амбиция. И есть логика построить вот здесь после поселенца апостола. Как раз прачники у нас везде строятся. 15 приказов. Некрополь. так. тут лечимся. Думаю у меня двух юнитов достаточно там с варварами разобраться. а этих у меня тут собираемся потом на этих галлов нападать. Ну когда у нас в общем-то будет поселенец. блин Египет тут к тебе такой проход получается в три клетки что ли? Да 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 у меня пошире тут ну мне тут еще зачищать до него ужас как долго мне надо в лес вернуться будет полномасштабная война с галлами. Да у меня тут галлов тоже дофига. С галлами или с греками? Ну чтобы до греков добраться это до галлов сначала убить. Именно. За что с греками? Я вот кстати можно в море переплыть? Я вот кстати вообще не вижу честно говоря смысла союзиться с ну с этими с племенами всеми минорными во-первых я не очень понимаю зачем они делают что нужно быть обязательно дипломатом чтобы с ними союзиться. Ну что там нужно чтобы с другими странами да но мне кажется с минорными как раз фракциями вот этими всеми племенами это не очень в тему потому что ну а что ты выиграешь за счет союза что ты можешь просто там города ставить так по мне так проще просто вынести их и города поставить и у тебя юниты прокачиваются и возьмешь эпос и ты еще культуру получаешь и то есть чего же зачем мириться с ними союзиться если можно было сразу засоюзиться вот у тебя хорошие отношения ты там как-то наладил и союзишься с ними но лидера дипломата искать не да а что можно ставить города когда ты засоюз да о следующим ходом наша королева умрет ну к сожалению наследием но я все равно выполню все эти все эти штуки так что норм да кстати я могу еще укреплять религию проведена дорога теперь отсюда сюда получается значит control r вот так о война с галлами сразу ну что поделать платили дань да не успею я получается этих лагерь варваров зачистить надо сразу с галлами воевать то есть надо тут собирать в кулак получается иначе наваляют я бы тут даже наверное марш сделал для этого юнита хотя маловато приказов ладно а могу достреливает зашибись это хорошо а он не хочет будет учеником философа ну ладно давайте что там в опасности его психика так я еще жду строительства пирамид то есть я смогу принять я открыл сейчас полис как я понимаю ну в секера носов пошли хотя архив тоже прикольно не давайте секера носов я тут воюю со всеми дипломат уби умер мнение племени семей но это царь он все равно будет потом блин минус для культуры в каждом городе фигня какая а это у нас генерал нет давайте я пока не буду принимать дипломата нанимать блин тут галлы прячемся в лесу короче и два приказа давайте вот этим скаутом до открываем неизвестные у нас здесь давайте посмотрим чей лидер будет дольше всех у меня следующим ходом умрет царица у нас остался еще перс и египет получается у меня тяжело больно ну кстати обратите внимание что у всех разный возраст у египта самый молодой был то есть у него 63 года а у нас 68 у перса и 67 у меня да но у меня хочет сказать чтобы он сдох ну ты можешь его там как-то убить или что-то сделать добро добро пожаловать в круссейдер кингс вот это когда что уже сдохнешь да да так наверное на одну клетку подойду и этого добью так что у нас стало с этим архетип военачальник плюс 10 опыта за свободу те кто не воюет будет плюс 10 опыта получать юниты есть свободные полководцы между прочим раброса сражался опыт или празднование давайте празднование убиваем о это наш царь свирепый против пехотных давайте наверное свирепый так тогда вот этому я бы встал сюда но не атаковал а дал бы полководца нет пророк у нас там обучает по-моему нашего вот давайте еще раз обучение с помощью пророка сделаем тогда здесь не может давайте вот этого не может хотя тут вообще никаких бонусов нет тогда давайте олигарха так царица умерла принять централизацию или служение ну это сейчас бесплатно кстати будет так централизация это от содержания давайте лучше служение содержания отрядов меньше так пирамиды построены смерть наместника да кстати можно губер еще выбрать вот этого выберу раскладе наука будет так что-то неинтересно неинтересно не все чудо доступны в рамках одной игры кто кто все там есть ограничения чудеса не все играют в одной партии а чего так священнослужители здесь поставлю мод который делать так чтобы все чудеса играли а так там всего по-моему 16 а в партии доступны только 12 12 14 приказов то есть уже нет садов крутого чуда и акрополя нет из тех что построено в смысле но говорю из тех которые я бы хотел бы они крутые 7 секунд давайте шахту не успел пока альт искал чтобы купить варвар умеет по морю плавать сам в шоке был а вот и у персов короче египет победил как самый старый правитель грустно где там царь какое-то путешествие отправляется на английском ивенте он отправится исследовать что-то на английском да я кстати выяснил почему у меня тогда был следующий наследник после сына потому что у меня кажется сын в путешествии как раз был когда он в путешествии он не считается наследием он потом вернулся и вернулся в наследие да когда-то такое было огня о был ваншот произведен так принимаем во-первых блин надо было сначала эпос принять эпос принимаем чтобы культура за убийство юнитов капала так здесь у нас рудник покупаем дерево персонально его тренировать заплатим деньги я понимаю что у меня сейчас минус по деньгам идет но я сейчас должен начать строить уже эти домики деревни собственно сейчас вот и начинаем и деньги у меня вернутся так а здесь давайте здесь деревню два приказа сюда откроем тут просто может вот это быть недооткрыто и может быть какая-то территория мне хотя я не думаю что тут что-то будет честно то есть какое-то название которое легитимность дает понимаете да что-то с камнем конечно завезло так а кто это уже две амбиции выполнил карфаген или грек 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 но у него там легкие лидер обнаружен повезло повезло какие легкие походить тремя юнитами сделать трех специалистов и иметь шесть улучшений на городских клетках ну да так мать как дочь и она становится смелой отлично сначала убиваем этого парня это плюс два приказа плюс десять культуры становимся сюда атакуем становимся сюда а слушайте так это же будет считаться три лагеря и этот тоже будет считаться точно не но не эль нацир воитель сделали амбицию обыскивая развалины лагеря галлов наши отряды обнаружат необычный артефакт покрыт разнообразными отметинами они заявили что прикосновение к артефакту вызвало фантастическое существо которое приказало покинуть священные земли угрожая насладь страшное проклятие как нам следует поступить так только глупцы верят в подобную чушь сохранить артефакт чтобы ученые его свойства немедленно покиньте земли не давайте науку получим это я не думаю то есть тут конечно деньги идут фиг его знает к чему это приведет хотя слушайте я хочу посмотреть что там дальнейшие события давайте посмотрим что дальнейшие события сделают мне реально интересно цитрусовые еду дают о какой-то горы открыли блин а тут гавлы неужели меня убьют этого скаута ладно сюда встану походу этому скауту хана вот этим хочу походить сначала так ну в общем-то все открыто вот эти две клетки только во всем остальном мне моя территория понятна слушайте а на одиночных клетках городов там же нельзя город поставить не только там написано место для строительства города а по-моему какой-то то ли то ли закон есть то ли какой-то перк правителя который позволяет там ставить все-таки не уверен не помню такого что-то такое а я что-то такое что-то как-то единственное что эти клетки они приоритетно что они добавляются когда ты город ставишь ну да они районом становятся просто да и добавляются сразу конечно да тут территории потом выкупать нужно будет все эти чтобы было где строить вся как находите что мне пишет что а вот этот может ходить ну пойдемте наверно вниз я вот даже не знаю у меня сейчас появится апостол мне укреплять иудаизм или храм соломона но я храм соломона все-таки так ну я бы здесь постоял я хочу город поставить и потом то есть это у нас будет аванпост такой чтобы дальше с галами идти разбираться с галами не давайте он не будет у нас аскетом хотя у нас есть другая у нас нет давайте пускай возвращается так все еще некого назначать 38 лет мы ее можем храбрости научить ну а че нет деньги есть пока так улучшить отношения с религиозными лидерами тут стоим пока ждем повышение у тебя 184 давайте повысим у нас дофига военных очков имха тут тоже повышение да и тут повышение гроза всадников эти лучше щитоносец двенадцать двенадцать приказов для скаутов ух ты персия персия не кажется слишком жирное место для города не слепнется ли твоя персидская попка что он там прям в центре да да прям в центре диатези диатезик не разовьется конечно нагло нагло ух ты а персия намного сильнее написано все остальные ну одинаковы с нами а персия на трех солей и на трех пшеницах на трех пшеницах нет а вообще это галлы я я занял слева ну как бы это вообще моя территория еще не ну тут конечно тут у перса два пряностей золото железо мастер разведки да я не вижу а олень атакую у перса уже слоны третьего уровня ничего так ничего так народную фреску а что это дает плюс две куль давайте народную фреску обучение наследницы но это не основная наследница давайте риторику наверное пускай делает так посел сюда хочу поставить да даже куплю маршировать так и наверно охотников что тут сети есть и возможно даже до оленей дотянуть этих всех лечим так прачник завершен два жителя ну давайте семь лет семь давайте а форум уже построен медленно делаются шесть лет поселенец но мне его некуда отсюда везти долговато будет плыть просто поэтому давайте все-таки сюда спецов здесь рабочего или стены еще там расселяется уже шесть городов что там так у персии тоже у персии тоже шесть городов а ну что там видимо слабое так тут урачников звертут форум давайте а не второго уровня подождите второго уровня у меня тут спецов пока только следующим ход давайте тогда городской совет проведем принять еще ничего не могу новое так я бы пока этих оставил в городах новых а вообще повышение ну вообще 4 приказа у меня осталось я бы походил скаутами так так вот тут у нас грек очевидно не пускай война с медицинами че мне платить за что-то они вообще хрен знает где так есть амбиция амбиция выполнена против против софистов владычица будет праведной либо сильной как правитель все но она не будет правителем давайте храбрость вот так и минус несчастье если она будет так что у нас тут с дорогами тут проведено так вот этого я отправлю потом вот сюда дорогу вести тут ведет еще дорогу паренек так вот здесь сюда отправляем в тарсе в пастбище спица кати двух старших командиров это мне в ашуре надо делать будет слушайте может в тарсе тогда пока апостолы еще сначала то есть один апостол начнет у меня храм соломона строить а другой крепит религию чтобы она быстрее сама по себе распространялась понимаете да деревня здесь у нас там деревню строит могу я еще одну да могу значит вот здесь деревню это просто деньги считайте деревни это обмен еды на деньги еды у меня не менее это что-то я вообще страдаю много у меня 78 но это чисто я ничего не ну вот в данный на этом ходу я ничего не строю за цивики ладно не так много но видимо я потиху все-таки догоню ты вообще с одним законом построил три прачника стала перс просто сильнее но не вот этот слон это конечно круто давайте давайте наверное собирать лаванду так этот стоит вообще надо походить сначала потому что убийство еще и добавляет ход вот против юнитов без нации берем крит прошел давайте королем добьем конечно у вас сирии очень неплохая способность плюс два приказа за убийство юнита ну когда воюешь вообще кто-то да давайте полечим пока сам там подходит ну у меня тоже неплохая на этом пока все спонсоры канала продолжение могут посмотреть прямо сейчас во вкладке сообщества для всех остальных оно появится завтра и пожалуйста не забывайте про клипы снизу под видео кнопочка создать а потом кинуть ссылку в комментарии под этой серией не удивляйтесь что этот комментарий сразу не появится я его в любом случае увижу спасибо что досмотрели до конца я Алексей Халецкий тот кто сделал это видео пользуясь случаем хочу попросить вас поставить лайк оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или в социальных сетях а также посмотреть другие мои видео ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране играйте в умные игры и всем пока и и в в в в